11 декабря 1963 года. Переделкино. А мы пока с Фридой написали Черноуцану письмо в защиту Бродского, ошельмованного в гнусной газетной статье. Вот и экзамен Черноуцану. Мне не нравится Бродский, но он поэт, и надо спасти его, защитить. Посмотрим. Черноуцан Игорь Сергеевич, заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС. 15 декабря 1963 года. Москва. Два дня светлее. Работаю, и дело идет. Теперь бы писать и писать, но нет. Дело Бродского, в которое меня втянуло, отнимает часы, пока бесплодно. Разговоры, звонки в Ленинград, Фрида, Анна Андреевна, Найман. И все зря. По-видимому, дыхание КГБ всех замораживает. Анна Андреевна Найман, Анна Андреевна Ахматова и Анатолий Генрихович Найман, исполнявшие обязанности ее секретаря. 16 декабря 1963. Третьего дня работало, много и легко, вчера и сегодня нет. Все съедено очками, с обесом, поликлиникой и делом Бродского. Дело Бродского идет приплохо. Письмо Фриде от Эткинда. За Бродского вступила секция переводчиков, но более никто. Назначен общественный суд 25-го, который и должен приговорить его к высылке. Черноуцан не отвечает. Пленум кончился, началась сессия. Мы написали для АА шпаргалку записки к Суркову. Выяснилось, что Шостакович — депутат Дзержинского района Ленинграда, где живет Бродской. Его тоже может просить АА. Он ее обожает. Кроме того, в Переделкине я попробую говорить с Расулом Гамзатовым. Эткинд. Ефим Григорьевич. Специалист по французской и германской литературе. Переводчик. Профессор. АА. Так для краткости в дневнике записано имя Анны Ахматовой. Сурков Алексей Александрович. Поэт. Секретарь Союза писателей СССР. 17 декабря 1963-го. Звонила Фрида. Сегодня АА и Фрида и Ардов принимали Шостаковича у Ардовых. Анна Андреевна изложила эмоциональную сторону дела. Фрида и Ардов — фактическую. Кажется, Дмитрий Дмитриевич взнял и будет действовать. Потом Анне Андреевне позвонил Сурков, получивший уже ее записку, и сказал, что дело попахивает клеветой. В самом деле попахивает и сильно. Ардов Виктор Ефимович писатель. Ахматова издавна была дружна с его женой Ниной Антоной Ольшевской и, приезжая в Москву, чаще всего останавливалась у Ардовых на Ордынке. 7 января 1964-го. Звонок Черноуца на мне, Обродском. Статью он назвал подлой и доносительской. Газете указано. Он говорил с Толстиковым и с ленинградскими литераторами. Они, Гранин, дали о Бродском неблагоприятные сведения. Дневник. Назначена комиссия. Олег Шестинской и Ильишевич. Я произнесла речь о Лернере. О подлости читать чужие дневники. О таланте и болезни Бродского. Все очень плохо. Они его домучают. Толстиков Василий Сергеевич. Первый секретарь Ленинградского обкома. Назначена комиссия. Олег Шестинской и Ильишевич. Аркадий Павлович Ильишевич. Автор многих критических статей и книг, посвященных современной советской литературе. С 1960 года он член лет коллегии журнала «Звезда». О нравственности Ильишевич говорит, что вообще нравственности не существует. А нравственность есть категория социальная, классовая. Подлинно человеческой в эпоху разделения мира на враждебные лагери выступает лишь нравственность людей, связанных со строительством коммунизма. Смотрите «Аркадий Ильишевич. Советская литература в борьбе за коммунизм». Ленинград, 1963, страница 19-20. Что же касается Олега Николаевича Шестинского, то для 1964 года характерна книга его стихов «Позиция. Москва-Ленинград. Советский писатель». Сам он говорит о своей позиции так «Моя позиция железная» и в том же стихотворении «И перед дулом пулемета моей партийности суровой толкалась черная пехота хулителей всего родного». Обращаясь к партии в стихотворении коммуниста, он декларирует «Ты считай меня штыком надежным, сильный я еще и молодой, никогда я не был осторожным, если выходил с врагом на бой, потому иду по бедным шагам, по тебе, краса земля моя, и такую жизнь под красным стягом просто счастьем называю я». Прочитав подобные плоские вирши, понимаешь, почему товарищ Лагунов, выступивший на суде над Бродским как свидетель обвинения, поставил Шестинского подсудимому в пример. «Я сравниваю Бродского с Шестинским. Олег ездил с агитбригадой, и еще Олег работал в шахте, и еще надо трудиться, отдавать все культурные навыки, и стихи, которые составляет Бродской, были бы тогда настоящими стихами». Лернер Яков Михайлович, деятель народной дружины Дзержинского района, работавший в институте Гипрошахт на хозяйственной должности. Осенью 1963 года было решено расправиться с Бродским именно руками народной дружины. За спиной Лернера стоял Комитет госбезопасности в лице следователя идеологического отдела КГБ Волкова. Вот какую характеристику Лернеру, спровоцировавшему дело Бродского, дает Грудинина. Влавливал фарцовщиков и от отдельных следователей КГБ получил оценку полезного человека. Лернер задерживал не только фарцовщиков. Пользуясь правами дружинника, он останавливал подозреваемых лиц, производил личные обыски, отбирал документы и записные книжки, запугивал и шантажировал задержанных. Затем он заносил фамилии этих людей в картотеку и спустя полгода или год рассылал по месту их работы компрометирующие письма. Кроме того, Лернер вербовал из числа задержанных им тунеядцев и фарцовщиков личную агентуру, которую заставлял следить заинтересовавшими его лицами. От знающих Лернера лиц мы слышали такую его характеристику. Это, мол, человек, глубоко неудовлетворенный своей работой хозяйственника, рвущийся к власти и усмотревший в правах дружинника возможность добиться этой власти. Он завязывал знакомство с милицией, прокуратурой, партийными работниками и следователями КГБ, оказывая им подчас ценные услуги. По характеру склонен к дешевой детективщине, к провокации, подозрителен и честолюбив. Архив Лидии Чуковской. Позже Лернер был дважды осужден за мошенничество в 1973 и 1984 годах. 9 января 1964 года. Из Ленинграда весть. В той же газете подборка писем трудящихся с требованием выселить Бродского. Значит, неправда, что газете было указано. Весь день тщетно звонила Черноуцану. Бродский пытался перерезать себе вены, ибо его оставила невеста. Посылаем туда Алену Чайковскую. Алена Чайковская, Ольга Георгиевна Чайковская, журналистка. 6 марта 64-го. Вот уже третью неделю запрещено читать и писать. Кровизлияние в сетчатку левого, то есть здорового глаза. И вот еще шаг в полную темноту, в слепоту. В самый разгар слабости и тьмы Фридин отъест в Малеевку. И на меня обрушились все ленинградские и московские телефоны по делу Бродского. Вся суета в составлении телеграмм и писен, в посылке курьеров к Самуилу Яковлевичу и Корнею Ивановичу и т.д. Фрида шла на подвиг, на смертный бой. Уехав из Малеевки, которой для нее спасение здоровье и труд над книгой, она поехала в Ленинград на суд над Бродским, зная, что едет на издевательство и бессилие, ибо литературные газеты и известия отказали ей в корреспондентской командировке. 13 марта 64-го Переделкино Сегодня в пять часов снова судят Бродского в клубе строителей. Вчера Корнея Иванович звонил Миронову в ЦК завсудами и администрации, которому они с Самуил Яковлевичем писали письмо. Миронов, по вашему письму я приказал послать туда человека и все исследовать. Вы не знаете, за кого хлопочете. Он писал у себя в дневнике «Мне наплевать на советскую власть». Он кудит в ресторанах. Он хотел бежать в Америку. Он хуже и Анисяна. Он только разбивал голову топором, а этот вкладывает в голову антисоветчину. Вы говорите, что он талантливый поэт и переводчик? Но он не знает языков. Стихи за него пишут другие. В Ленинграде общественность о нем самого нелестного мнения. Александр Андреевич Прокофьев дал о нем отрицательный отзыв. Вот что мы наделали своими хлопотами. Раньше Бродского обвиняли только в тунеядстве, а теперь они уже вооружились булыжниками. Даже свои стихии сочиняет не он. «Мне нравится человек, ездивший туда проверять и говоривший только с врагами подсудимого. Толстиковым, Лавриковым, Прокофьевым. А Герман, а Бахтин, а Долинина, а Эткинд? А мы все это не общественность? Мнение общественности — это мнение начальства. Плюс Шпиков, Лернера и прочих». Законных оснований для его осуждения нет. КГБ, рассмотрев его дело, отпустило его на волю, а расправу поручило, по-видимому, общественности. И никому из власти мущих не приходит на ум, что Бродской совершенно безопасен, ибо он человек не антисоветской, а просто асоветской. Если же правда, что он хотел бежать за границу, чего я не думаю, то почему бы его туда не отпустить? У нас 200 миллионов населения. Почему бы КГБ не воскликнуть? Одним дураком меньше, с катертью дорога. Хуже Иоаннисяна. В декабре 1963 года в Москве появился убийца, который проникал в квартиры, выдавая себя заслужащего мозг газа. Если мы открывали, он топором убивал свою жертву. 13 января 1964 года газеты сообщили о поимке этого убийцы. Им оказался Владимир Иоаннисян, актер Оренбургского театра музыкальной комедии. 1 февраля 1964 года он был расстрелян. Сегодня утром в симптоматический звонок подходила Клара. По поручению Шостаковича, которого тоже просила Анна Андреевна, кто-то спрашивает, когда и как послана была Корнеевановичем и Самула Яковлевичем телеграмма в суд. Телеграмма была послана 17 февраля накануне суда председателю суда Румянцеву. По оплошности Клары Израилевны незаверенная. К делу ее, воспользовавшись этим, не приобщили. Мало ли кто ее послал, сказал умный Лернер. Тогда я послала в Барвиху Клару Израилевну с просьбой к Самуилу Яковлевичу и Корнееву Ивановичу написать текст от руки, и этот текст, заверенный в Союзе писателей, был послан Ленинград председателю суда и защитнице. Настаиваем на приобщении к делу нашей телеграммы от 17 февраля. Теперь, очевидно, тамошние подлецы решили и этот текст как-то скомпрометировать. — Кого мне жаль больше всех, это Фриду. Второй раз едет она на суд. В первый раз она привезла шедевр — запись допроса. Она верила в необходимость своей поездки и ради этого бросила отдых в Малеевке, бросила книгу и приняла порицание семьи. Сейчас она поехала, не ощущая ни смысла, ни цели, да и пустят ли ее в суд. Вообще-то вполне естественно, что если где-то убивают человека, окружающие отравлены, каждый на свой манер. Одни слепнут, другие не спят, четвертые получают спазмы, инфаркты, и лишь немногие силачи, вроде Санула Яковлевича и Корнея Ивановича, заступясь, могут продолжать работать. Десять часов. Суд начался в пять. Жду звонка. Иногда звоню в Москву друзьям. Юли, Толе, Нике, Надежде Марковне. Юлия Марковна Живова, сотрудница Гослитэздата, специалистка по польской литературе. Ника Николаевна Гленн, специалистка по болгарской литературе, сотрудница Гослитэздата. Надежда Марковна Гнедина, переводчица, жена Гнедина. Все ждут. Ни у кого никаких вестей. Толя у Анны Андреевны и каждые тридцать минут звонит в Питер. Но там еще никто не вернулся. Значит, приговора еще нет. А вдруг победа? 14 марта, шестьдесят четвертого. Как бы не так. Суд начался в пять часов. Приговор вынесен к половине второго ночи. Пять лет ссылки. Подробности неизвестны, потому что ни Фрида, ни Евгений Александрович, который две недели тому назад сам по собственному почину туда поехал специально по этому делу, еще не вернулись. Евгений Александрович Гнедин, журналист. 18 марта шестьдесят четвертого. А Фрида воюет. Ею привезена такая запись процесса, что камни вопиют. Она уже дала экземпляр Чаковскому, чтобы хотя бы остановить возможные выступления газеты. Суркову дает Твардовскому, Федину, пусть читают. И думает, думает неустанно, как быть, что делать. Вот это, может быть, самое главное в ней черта. Неспособность к предательству. Ни грана предательства никогда. Потому мне легко с ней. Фрида совершенно устойчивый, здоровый организм. Ясность, здравость ума в сочетании с добротой, светом, стойкостью, мужеством. Чаковский Александр Борисович, главный редактор литературной газеты. Третье апреля шестьдесят четвертого. Все плохо. Кругом суета. И я суючусь. Бессильные попытки спасти Бродского. Очень видны люди. Разницы не случайные. За него страшно. Он может быстро погибнуть. Дело черное, гнусное. И в то же время радостное. Сколько вокруг него объединилось хороших, доблестных людей. Не говоря о героине, Фриде. Сколько вокруг прекрасных людей. В деле Бродского из порядочных людей оказались плохи Панова, Дудинцев, Бергольц. Сначала Гранин, но теперь он раскаялся. Сначала Алигер, но, кажется, и она уже разобралась. Седьмого апреля шестьдесят четвертого. Очень складно выходит, что Воеводин — приключенец. Строчит об убийствах и прочее. Секция «Приключенцев в Союзе» — это наиболее невежественная, бездарная и спекулянтская часть писателей. Штамп сюжетный и стилистический, как идеал, как предел мечтаний. Негра на поэзии, художество. Все элементарно, то есть антихудожественно, то есть античеловечно и реакционно. Вот почему я обрадовалась, узнав, что Воеводин, выдавший суду фальшивую справку, — приключенец. Складно выходит. Десятого апреля шестьдесят четвертого, Москва. Бродский возит навоз в совхозе. Прокофьев напечатал в литературной газете статью об успехах ленинградских писателей за истекший год и о своей работе с молодыми. На пьянке у Расула Гамзатова, кой сын Кулиева, встретились Твардовской и Прокофьев. Рассказывают, со слов присутствовавшего там Козловского, что Твардовской кричал Прокофьеву, — ты подлец, ты погубил молодого поэта. Ну и что ж, и правда, это я сказал Руденко, что его надо арестовать. Ты негодяй. Как же ты по ночам спишь после этого? А ты в это дело не лезь, оно грязное. А я непременно вмешаюсь. А кто тебе о нем наговорил? Оно мне известно как депутата Верховного Совета. И стихи тебе известны как депутату? Да, и стихи. Тут Твардовской заметил Козловского и снова кинулся на Прокофьева. Что ж ты его не арестовываешь? Ведь он тоже переводчик, тоже переводит по подстрочнику, и тоже еврей. Правда ли это? А теперь мы надеемся на Твардовского, который ничего не обещал, но, кажется, собирается что-то сделать, и... И на Бажана. Они вхожи. Составляется справка по делу Бродского. Схема событий со всеми приложениями, документами, письмами и прочее. Основной удар по Лернеру и прочим провокаторам, что они, мол, ввели в заблуждение высшее начальство. В Ленинграде плюют в морду Воеводину и корят Гранина. А он раскаялся только на минуту, а сейчас изворачивается. Руденко, Роман Андреевич, генеральный прокурор СССР. 20 апреля 1964 года. Дело Бродского по трем каналам пошло вверх, но что будет и когда, неизвестно. 22 апреля 1964 года. А от него приехал ленинградский посетитель и московская посетительница, и подробно рассказали о его бытии и душевном состоянии. Грязь, холод, спит не раздеваясь, горячей пищи нет, не переводит, не читает, потому что слишком холодно в комнатушке. В четыре часа дня, вернувшись с работы, ложится, не раздеваясь, на кольку. Уверяет, что никто ничем не хочет ему помочь. — Это психоз, — говорит Анна Андреевна, — у Лёва такой же. Он уверен, что я нарочно держала его в лагере. Посылаем ему спальный мешок, спиртовку, свечи. Вся история Бродского навела меня на ясную и четкую мысль, кажется, впервые за всю жизнь. Я поняла, что сейчас нам всем надо делать, и в общем, и в частном плане. Поняла с помощью двух лиц Фриды и Герцена. Второго, пятого мая, шестьдесят четвертого, Москва. Писала не Герцена, а снова о Бродском. Кажется, все говорят, удалось. Но какой ценой? Несчастные семь страниц на машинке выбили из сна. Три дня я жила с мигренью, с горячим лицом, обожженными изнутри глазами, больная, потерянная. Если бы ему помогло. Девятого мая, шестьдесят четвертого, вечер, Москва. А сделан так, Сара Эммануиловна добилась, по моему наущению, от Гранина, который был в Москве, что он не только Черноуцану сказал о безобразиях, но написал Руденко, что справка Воеводина — фальшивка. Еще до этого он заявил в обкоме, что уйдет из комиссии, если Воеводина не снимут, и показал письмо молодых. Толстиков на это ответил, что он еще посмотрит список молодых и разберется, кто они, а Прокофьев пригрозил Гранину, что тот положит билет. Гранин мне удивителен. Сара Эммануиловна дала ему письмо мое к Черноуцану и Фридину запись, и он сказал, что только теперь он все понял, а ему давно бы все следовало понять. Остальное мрачно. Черноуцан тяжело болен. Между тем он тоже уже перешел на нашу сторону и мог бы помочь. Он сказал Гранину, я жалею, что вовремя не обратил внимания на письмо Чуковской и Вигдоровой. Новое мое письмо к Черноуцану все друзья превозносят как яснейший и сильнейший документ, но куда его послать — неясно. И тут разночувствие меня с Фридой. Она хочет Миронову, Руденко. Я не хочу к ним обращаться. Если бы попала вместе с Дахье, пожалуйста. Фрида, конечно, понимает лучше меня. А у меня, как всегда, написала, а дальше не понимаю и даже не хочу, будто это стихотворение. Затем Фрида все время хочет, чтобы я на что-то сдвигала Смыла Яковлевича и Корнея Ивановича, а я этого не хочу, раз они сами не рвутся в бой. Ведь тут нужны борцы, которые, как я, Фрида, Копелевы, Сара Эммануиловна, сами рвутся, хотят, пробуют, а не люди, согласные что-то подписать. Но Фрида настойчивее меня, а я так не люблю ни на кого нажимать. Сара Эммануиловна Бобёнышева, критик, преподавательница Литературного института. Миронов Николай Романович, член Центральной ревизионной комиссии КПСС, заведующий отделом административных органов ЦК КПСС. Копелевы. Лев Зинович Копелев, германист. Его жена Раиса Давыдовна Орлова, специалистка по англо-американской литературе. 12 мая 64-го. Переделкино. Дело Бродского плохо. К нему ездили молодые врачи, повезли ему деньги, еду, книги. А денег отказался, еду и книги взял. Обрадовался моему письму Игорю Сергеевичу Черноуцану, которое ему показали. Врачи нашли, что плохо с сердцем. Непосильный труд при пороке грозит сердцу до компенсации. Я написала Черноуцану и послала вчера ему письмо и Фридину запись ЦК, хотя и знаю, что он в больнице. Но в больнице писать неприлично. А в ЦК надо просто для того, чтобы Фрида в своих хлопотах могла бы на мое письмо ссылаться. Сейчас главное — спасти Иосифа от тяжелого труда, добиться, чтобы там уж не врачи его освободили. Как это сделать? Среди его стихов я нашла одно, которое мне очень полюбилось — станцы городу. Миронов пишет в правде о необходимости соблюдать законы. Миронов. 19 мая 64-го. Мать Иосифа. Настырная. С первого слова неумная, измученная всем и им несчастная женщина. Она была у него, но не сделала главного. Не отвезла его к врачу. А здесь она явно с одной целью — подталкивать нас. А надо бы другое. Использовать свои материнские права, докричаться о его болезни. Копелевы все же уговорили ее послать телеграммы Руденко, Тикунову, Брежневу. Тикунов, Вадим Степанович, министр охраны общественного порядка РСФСР. 22 мая 64-го. Ну, все кругом худо. Сурков передал нашу папку Руденко, ответа нет. Он написал кому-то письмо в ЦК, и его оттуда, по его выражению, фукнули. Опять письмо пишешь? На знаменитой встрече ему попало за какое-то письмо, от которого он мгновенно отказался. Фрида собирается через Расула к Тикунову, и еще через кого-то к председателю Верховного суда РСФСР Смирнову. Фрида. Сегодня Сурков должен был быть у Анны Андреевны, она ведь летит в Рим, получать премию Европейского Содружества. Ей он должен рассказать об Иосифе, то есть о хлопотах. Ходят слухи, что о деле Иосифа передавали по Би-Би-Си. Ходят слухи, что в Нью-Йорке вышла целая брошюра о суде. — Плохо это для него, хорошо? Двадцать шестого мая шестьдесят четвертого пришла утром Фрида, села в кресло и заплакала. Чувство бессилия, стены. Я хочу умереть. А вечером некоторая радость. Позвонила мать из Ленинграда, что она получила ответ на одну из своих телеграмм, которую по нашему настоянию она дала Руденко, Тикунову, Брежневу о болезни Иосифа. Помощник Тикунова Евдокимов сообщает ей, что в Конышу дано распоряжение обследовать здоровье Иосифа. Двадцать седьмое мая шестьдесят четвертого. Вечером звонок и Фридин голос, срывающийся. — Мне нужно сейчас, сию минуту, увидеть вас. Я тут близко. Вы одна? Я ждала ее минут пять с напряжением, со страшной дрожью в сердце. Одна новость хорошая. Иосиф позвонил Юлии, Живовой, что у него в руках справка от врача, тамошнего, что тяжелая работа ему запрещена. Теперь ее должна заверить милиция. А вдруг конышская милиция начнет справляться в Ленинграде, — говорит Фрида. Вторая новость мутная и тревожная. Романова передала Фриде, что в иностранную комиссию пришел кто-то из агентства новости с вопросом, надо ли опровергать статью в лондонской Геральт-Трибюн, где говорится, и дальше какая-то путаница, говорится, будто Сям, Кич и Шостакович прислали им письмо с просьбой вступиться за Бродского. — Боже мой, теперь я ни жива, ни мертва, потому что это значит, что буду тревожить деда. Почему бы не меня? Я была бы спокойна, но я надеюсь, что в статье на самом деле написано иначе, то есть правда, что поименованные лица обращались к здешним властям. Завтра все выяснится. Боюсь, что начальство начнет от них требовать какого-нибудь отречения, а они ведь не Фрида. — Отречься, не отрекутся, но могут сделать какой-нибудь ложный или фальшивый шаг. Что еще? Да, третьего дня я спокойно приняла из рук почтальоншек пакет, но, увидев штамп, обмерла обмиранием тридцать восьмого года. На пакете штамп Ленинградской прокуратуры. Вскрыла. Оттуда выпали все бумаги, посланные мною в ЦК Черноуцану, кроме моего письма к нему, и короткая, малограмотная, лживая отписка из прокуратуры. Это значит, что по случаю болезни Черноуцана пакет мой был вскрыт в отделе, и материал послан в Ленинград, что вполне бессмысленно, потому что он был подобран как разоблачение общественное, а не юридическое. Пятого июня шестьдесят четвертого, Москва. Интеллигенция, не утратившая бескорыстия и бесстрашие мысли. Ее мало во всем мире, но она все-таки есть. Она ничего не может переменить в настоящем. Мир движется своими путями, двигаемыми не ею. Но все плодотворное от нее. Эстафета культуры передается ею. Она постоянно разбита на голову и всегда победительница. Двадцать третий июня шестьдесят четвертого. Пиво воды. Пиво воды — шутливые прозвища маленького домика, выстроенного Корнеем Ивановичем, мне в подарок в самой глубине лесного участка. Размером он чуть больше вагонного купе. Там помещается только столик, кресло и койка. Прозвище свое, этот ярко-зеленый дощатый домик, получил за сходство с пивными ларьками. Это скорее беседка, чем дом. У него нету фундамента, и жить в нем можно только в жару, летом. А в деле Бродского просвет. Наконец, мое письмо и Фридину запись прочел Черноутсан и обещал попробовать что-то сделать. Затем неожиданность. Делом возмущен заведующий международным отделом КГБ. Я его понимаю. Уже и левая итальянская печать выступила. От Иосифа пришло очень хорошо написанное письмо Круденко. «Пошлем его в разные места». Фрида приезжала из Тарусы и была на приеме в управление милиции с просьбой распорядиться послать его в Афтек. Ей сказали, что это может сделать Архангельск сам и Коныша. Но Архангельск сам, увы, боится. Иосиф на три дня ездил с разрешения начальства в Питер. 17 июля 64-го Москва. Одной доброй силой в мире меньше. Умер Самуил Яковлевич. Наша личная беззащитность и общая беззащитность добра в мире увеличилась. Нет маршака. К кому бежать с делом Бродского? Второго июля в 8.45 вечера меня, как я всегда ожидала, сшиб в переделкине велосипед. Пятого у меня были Юля и Раиса Давыдовна. Сказали, что Иосиф Бродской прислал цикл стихов для Нового мира. Кто же передаст Твардовскому? — Только Самуил Яковлевич, — сказала я. — Если еще ему понравятся эти стихи. — Самуил Яковлевич тяжело болен, — пробормотала Юля. — Я, как встану, пойду к нему в больницу, — сказала я. 29 июля 1964 года. Переделкина пиво-воды. Об Иосифе дурные вести. Отношение к нему на месте переменилось. Лернер принял свои меры. Врачи испугались. Инвалидности не дадут. 11 сентября 1964 года. Сегодня дурные вести о деле Иосифа. Несколько дней назад в городе была у меня Грудинина. Она специально приехала из Ленинграда, чтобы добиться приема у Смирнова, Миронова, Суркова, Руденко и, кроме того, послать большое письмо Хрущеву. Письмо составлено малограмотно. Она член Союза писателей, руководитель литературных объединений. Блинна, но горячо и убедительна. Женщина она малоинтеллигентная, ограниченная, даже неумная, но с прелестной улыбкой, доброй, застенчивой и смелой. Вместе с Любовым Зиновичем она посетила Воронкова и толково объяснил ему, сколько в деле фальшивок. Попыталась охмурить Грибачева, но тот-нибудь дурак отказался вникать, сказав, что у него времени нет. Ну вот, а сегодня Корней Иванович ходил к Федину, который читал начало его воспоминаний о Зощенке, и Федин сказал, что дело Бродского с Фрединой записью было докладываемо лично Хрущеву, по-видимому, из-за криков за границей. И он сказал якобы, что суд велся безобразно, но пусть Бродской будет счастлив, что его судили за тунеядство, а не за политику, потому что за стихи ему причиталось бы десять лет. — Значит, мерзавцы или обманутые обманули Никиту Сергеевича разного рода фальшивками, состряпанными Лернером. Завтра я еду в город, увижусь с Фридой, с которой не виделось сто лет, и будем думать думу. — Да, еще Н.С. спросил, как Фридина запись попала за границу. Фрида посылала ее в Известие, в Рид-газету, в прокуратуру и так далее. Очевидно, в каком-то из этих учреждений кто-то переписал и пустил по рукам, а то, что ходит по рукам, неизбежно попадает за границу. А от Иосифа весть в плохие. И самая плохая та, что он не в силах переводить, хотя его завалили переводами. Зима там близка. Переживет ли он ее? Грудинина Наталья Иосифовна, поэтесса-переводчица-руководительница Литературного объединения молодежи при заводе Светлана. 8 октября 1964-го, Переделкино. Вернулась после третьей вторая Ахматовская осень. Тепло, синее небо, пышные сквозные леса. Это было так явственно, так прекрасно, что я ехала по шоссе в Переделкино с редким светом в душе, будто и меня осенило золотом и синевой. Приехав по листьям, под синим небом помчалась в Дом творчества к Коксману. Узнать не прочитал ли он уже мою рукопись. В коридоре я встретила Радищева, что тоже меня как-то развеселило. Но Юлиан Григорьевич встретил меня мрачно и сухо, без обычных приветствий. Приезжал Ильин, вручил ему повестку, что в три часа дня в Союзе будет разбираться вопрос о его недостойном поведении. Я уговорила его выйти на двадцать минут погулять. Он был возбужден. На улице мы сразу встретили Корнея Ивановича. Я ему сказала. Он сходу стал давать советы, совершенно не подходящие к случаю. Пошли в Дом творчества. Ю, Г, было пора собираться. Прибыла заранее заказанная машина. Мы с дедом поприли домой. Я понимала, что вечером Корнея Ивановича нельзя пускать в Дом творчества, иначе он не будет спать. Но сама я, конечно, пошла. Его исключили единогласно. Читался материал из папки КГБ. Причем КГБ от преследования отказывается, нет оснований, но его должна съесть общественность. С бешеными речами выступали матерые палачи Сафронов, Кожевников, лучше других Чаковской. Федин прислал письмо, что по болезни приехать не может, но присоединяется к решению исключить. Тоже Сурков. Юлиан Григорьевич Оксман, историк литературы, специалист по XIX веку. Гонения на него в 64 году начались из-за его переписки с американским словистом Струве. Переписка касалась исключительно историко-литературных вопросов. Однако одно из писем Оксмана к Струве, переданное через американку Кэтрин Фойер, было выкрадено у нее в гостинице. КГБ передал дело Оксману в Союз писателей. Ильин Виктор Николаевич, оргсекретарь Московской писательской организации. 11 октября 64 года Вчера у меня был светлый день. Володя Корнилов, мой любимый читатель, которого я видела перед собой, когда писала о Герцине, пришел с рукописи, прочитав ее. Говорил как поэт. Например, цитаты из Герцена и ваш текст естественно переходят друг в друга, как поле в лес, лес снова в поле. Все дошло до него, все он понял, вдаль и вглубь, текст и подтекст. Но литературоведческая сторона, видимо, для него совсем пропала. Глава четвертая. И это жаль, потому что там есть новинки, находки. Вчера съездила Корьеву, юристу Союза писателей, а потом, по его рекомендации, Келлерману, юристу охраны авторских прав, и подала по их совету заявление о взыскании из советского писателя сорока процентов за Софью. Если бы это удалось, я как-нибудь бы перебилась, пока до денег за былое и думы. А пройдет ли книга? А заплатит ли? Меня удивила и порадовала, какая ненависть к Лесючевскому сквозила в словах Сухого и сдержанного Орьева. С каким уважением встретил меня Келлерман, с какой охотой взялся за дело. Он читал Софью. Лесючевский Николай Васильевич, директор издательства «Советский писатель». В литературной среде было хорошо известно о причастности Лесючевского к аресту Заболоцкого и Корнилова. В конце 80-х годов сведения о деятельности Лесючевского в 30-е годы в качестве консультанта НКВД попали в печать. Издательство сперва заключило договор и одобрило повесть Лидии Чуковской и Софьи Петровны. Но позже договор был расторгнут. Лидия Корневна подала на издательство в суд и выиграла дело. Однако Софья Петровна была напечатана в России лишь четверть века спустя, в 1988 году. 14 октября 1964 года. Переделкино. Осень, осень, осень. Не совсем голые, но полуголые деревья и золотые листья на земле. Мы приехали вместе с Фридой, чтобы вместе, она так хотела, идти к Ивановой договариваться о комнате. Но дед позвал нас к себе наверх. Сообщил поразительную новость. К нему приезжал Дмитрий Алексеевич Поликарпов специально по делу Бродского. Просить, чтобы Корней Иванович взял назад свое заступничество. Корней Иванович, дорогой, отказался. Странное дело. Никаких политических обвинений. А все та же голематья о тунеядстве, подстрочнике, каких-то попойках и прочее. Идти к Ивановой. Речь идет о Тамаре Владимировне Ивановой, переводчице, жене писателя Всеволода Иванова. Поликарпов Дмитрий Алексеевич, заведующий отделом культуры ЦК КПСС. Двадцать второго октября шестьдесят четвертого. В субботу, послезавтра, еду в Комарова. За эти дни многое случилось, многое хорошее. Первое. Елиан Григорьевич держится умно и стойко, хотя Шкловской его чуть не ежедневно терзает требованиями покаяния. Хотя он уже изгнан из имели. Хотя в литературном наследстве по требованию Анисимова снято его имя. Хотя все узнала Антонина Петровна. Союз послал на дом выписку из постановления. Второе. Сдвиг по делу Бродского. Большой. Счастливый. Миронов. Тот самый Миронов, который накануне суда так гнусно говорил с Корнеем Ивановичем, тот, который дал ход всему беззаконию, третьего октября позвонил в Ленинград Грудининой и сообщил, что он передал дело снова в прокуратуру СССР, куда ее и вызовут. Девятнадцатого октября эта Жанна Дарк была на приеме у исполняющего обязанности прокурора СССР Малерова. Решено. Мы, хлопотавшие, пятнадцать человек, число назвал он, берем Иосифа на поруки. Срок сокращается до восьми месяцев. Вечером девятнадцатого у Фриды я, Гнедин, Грудинина написали соответствующее письмо. Двадцатого утром Шура, я и Грудинина съездили к Корнею Ивановичу. Он подписал. Затем Грудинина поехала к Паустовскому, а от него в Питер. Туда же Фрида. Там подпишут Анна Андреевна, Дар, Бахтин, Долинина, Эткент, Адмани, и письмо будет представлено Малерову. А к Иосифу поедет Толя из Ленинграда, с которым Фрида пошлет ему для осведомления наше поручительство. Анисимов Иван Иванович, директор Института мировой литературы. Антонина Петровна, жена Оксмана, от которой он поначалу скрывал свои неприятности. Шура Александра Иосифовна Любарская, писательница. 23 октября 1964 года, еще Москва. Да, а Миронов, Н.Р., который благословил суд над Бродским и только недавно, 3 октября, сделал крутой поворот, позвонил Грудининой и сказал, что он никогда не был против, что это было его частное мнение, и что он передал дело Малерову. Этот Миронов разбился в самолете вместе с нашей делегацией, и сегодня его хоронили. 31 декабря 1964, 1 января 1965, Переделкино. Дед спит, я одна, Фрида в больнице. Еще есть слабая надежда, что это не... Без трех минут двенадцать тишина. Дело Бродского все еще не кончено, хотя обещано. И он в отпуске в Питере. Оно изгрызло мне нутро, сказала Фридочка, сама не зная, что говорит. Фрида, будь жива. 11 января 1965. Сейчас от Фриды. Прощаюсь. И тогда она говорит мне не печально, но деловито. Если со мной что случится, вам детские дневники. Я ее целую и ухожу. Но сегодня я еще должна быть счастливой, потому что сегодня она еще там, в палате, такая, какой я ее только что видела, смеется, шутит, читает Диккенса, посасывает виноград, думает о Бродском, о всех нас. Сама может одеться, накинуть халатик, пойти в столовую. Такая, как всегда, жизнь Фрида. 14 января 1965. Нет. Смерть. Три часа вместе с другими я просидела в вестибюле больницы. Рак поджелудочной железы. Неоперабельно. 18 января 1965 года. Прокуратура СССР опротестовала приговор суда по делу Бродского и направила его в Ленинградский городской суд. Говорят, насчет Савельевой и Клеветников будет вынесено частное определение. Но радости у меня нет. Не Фридиной ли жизнью мы заплатим за эту победу? В Ленинграде на писательском собрании провалили Прокофьева и в добавочном списке провели Эткинда, Грудинину, Долинину, Адмуни, всех, кто защищал Бродского. У нас собрание в среду. Орлова собирается говорить о подвиге Фриды Вигдоровой. Дело Бродского длится, то есть стоит на месте. Прокуратура обещает написать протест и передать дело в Верховный суд РСФСР. Там Смирнов, которому Корнеев Иванович написал письмо, и к которому на прием пойдет Алена Чайковская. Но прокуратура медлит. Говорят, Ленинградский обкон ни за что не желает, чтобы Иосиф был выпущен. Хочет опять вступиться Сырков. Ему за границей неловко. Но вступиться ли? Иосиф дважды звонил мне. Из конышей. Фриды дома нету. Он звонит мне. Он боится, что от него что-нибудь скрывают. Вы меня не обманываете? Чудак, он не понимает, что обманывают нас. 20 февраля 65-го. Москва. Иосиф получил только теперь извещение об отказе Ленинградского суда. И прислал Юлию горькое письмо, что он будет ждать не более двух недель. Между тем, из прокуратуры СССР дело перешло, как и было обещано, в Верховный суд РСФСР к Смирнову. Смирнов уехал на десять дней в Африку, его будут ждать. В день его возвращения ему будет передано письмо Корнеевановича. За оставшиеся десять дней надо бы обратиться еще к кому-нибудь в то учреждение, от которого все зависит, в ЦК. Но к кому и как? Дурное решение искалечит Иосифа. Тяжело ударит больную Фриду. Четырнадцатого марта шестьдесят пятого. Два месяца со дня Фридиной операции. Десятого ее выпустили. Одиннадцатого перевезли в Переделкино. Я видел ее чуть-чуть. Дело Бродского терзает, мучает, давит. Сегодня у меня была его мать. Его в порядке планового переселения отправляют на север, на полуостров Ямал, на гибель. В шесть часов ко мне придут Чайковская и Гнедин. Будем решать, как быть. Что мы можем? Дело в Верховном суде у Смирнова. Но решения нет. И разговор Ольги Георгиевны Чайковской с Шубиным, зам Смирнова, был худой. А за границей передают и пишут, что он на свободе. Восемнадцатого марта шестьдесят пятого Переделкино. Дело Бродского держит в тисках меня и Копелевых, Анну Андреевну, в городе и на даче. Вот и завтра ко мне должен прийти Наровчатов, которого мобилизовала по этому делу Анна Андреевна. У Алены, после ее разговора с Шубиным, кричавшим ей, тоже еще поэт. Какой он поэт? И больше всего меня возмущает Маршак и Чуковский, которые пишут о нем, его не зная. Явилась мысль, что Анна Андреевна должна пойти к Анастасу Ивановичу Микояну, он сейчас в азарте правосудия. Необходимо, чтобы он дал возможность суду осуществить правосудие вопреки Ленинградскому обкому. Анна Андреевна согласилась, но решила заручиться предварительно поддержкой Твардовского и Суркова. Мы дали им знать, что она хочет их видеть, но они пока не отозвались. А суд длится. Если будет отказ, не могу подумать об Иосифе, о Фриде. И в то же время мне жаль Анны Андреевну, которая после трех инфарктов должна предпринимать эти хлопоты. 19 марта, 65-го, Москва. Был у меня Наровчатов, принес письмо к Смирнову в защиту Иосифа. Сделала это Анна Андреевна. Он для нее это написал. Но письмо толковое. Про него худо говорят. Речь его на съезде произвела впечатление сильного уклона вправо. В стихах он, безусловно, понимает, но, как возразил мне кто-то, в начальстве он тоже хорошо разбирается. Завтра приму меры, чтобы передать его письмо Смирнову. Самому ему некогда. 18 апреля, 65-го. Была у деда в Кунцевской больнице условия идеальные. Отдельная комната с отдельным входом, отдельный ванной, парк. Спросил о деле Бродского. Предложил, что в новое издание искусства перевода вставить отрывки из его переводов. Сейчас я отбираю. Проводил доворот и пошел назад. Я поглядела вслед. На слабых ногах. На слабых, на старых. Вчера утром от глазной врачихи я забежала к Фриде. Первый ее вопрос, как дело Бродского? Ну, как обещано, было на днях. Оно до сих пор не назначено. Чайковскую, которой хотела говориться Смирновым, Смирнов к себе не пускает. Ходят слухи, что делом заинтересовался Микоян. Ему давно писал и отправил все наши бумаги по Устовской. Но ответа не последовало. Ира Огородникова взялась поговорить с его сыном. Фридочку завтра утром кладут в больницу, в ту же палату. Второй курс лечения. Ира Огородникова. Ирина Федоровна Огородникова. Переводчица с румынского. Сотрудница иностранной комиссии Союза писателей. 23 апреля 65-го. Сегодня у меня была мать Иосифа. Он болен. Начальство тамошнее запретило врачам давать ему бюллетень. Там новое начальство. Смирнов не принимает Чайковскую. Дело у него. Он его все не назначает. Вчера в доме журналистов на диспуте «Мораль и суд» выступил Тендеряков и сказал, что дело Бродского волнует людей во всех углах страны, что он читал запись Вигдоровой, и если это правда, надо судить суд. Конечно, Савельеву и Лагунова давно пора судить. А Иосиф пока погибает. Лагунов, замдиректора Эрмитажа по хозяйственной части. До этого инструктор райкома Дзержинского района. Свидетель по делу Бродского. 17 мая 65-го. Смирнов улетел в Берлин и вернулся. Наш друг Анна Моисеевна видел его на вечере памяти Короленке, и он сказал опять, что дело Бродского будет решено на днях. На ее просьбу разрешить ей прийти, он ответил, не стоит, его решат в минуту. В дело уже вмешался Сартр, Арагон, Неруда. Сегодня вечером в Союзе встреча писателей, зампредседателя Верховного суда СССР, приглашен Копелев и готовится выступить о Бродском. 25 мая 65-го. На днях письмо от Бродского. Просит для родственника лекарства от бронхиальной астмы. Три стихотворения, из которых одно в распутицу превосходно. Лекарства ищу, в Кремлевке нет. Копелева оборвал высокий гость, не дал ему говорить, не надо на меня воздействовать. Писатели не поддержали. Атаров сказал, не будем нарушать законы гостеприимства. Лучше бы не нарушать законы справедливости и страны. 29 мая 65-го Москва. Оказывается, Иосиф неделю сидел в тюрьме за то, что на два дня опоздал из Ленинграда. Мальчики, приехавшие к нему на день рождения 24 мая, пошли к секретарю райком и упросили, чтобы его выпустили на этот день. Завтра пойду к Фридочке. 7 июня 65-го. По поводу Иосифа была тревога. Мне позвонила из Ленинграда Грудинина, как будто дело уже решалось 3 июня. Решение неизвестно, просила узнать. На завтра с утра Милый Гнезин отправился в секретарят Верховного суда. Дело было поставлено на повестку, но снова снято и снова находится у Смирнова. 10 июня 65-го. Переделкино. Дивные дни. Теплые, сухие, расцветающий сад. И, как всегда, лгут птицы, тишина, зелень. Пошла я в дом накапать каплю в глаза. Телефонный звонок. Лев Зинович. Ему сказала Огородникова из иностранной комиссии, что по делу Бродского отказ. Отказ в пересмотре. Надо проверить, правда ли это. 12 июня 65-го. Москва. Нет, кажется, неправда. Милый Гнезин ходил в секретариат Верховного суда. Там ему сказали, что все на прежнем месте, то есть дело у Смирнова. Но, может быть, сведения Огородниковой были из более высокой инстанции? 20 июня 65-го. Москва. Дело Бродского стоит на месте. Стало и стоит. 17 июля 65-го. Вчера, после трехнедельного перерыва, вызванного моей болезнью, поехала к Фриде. Она лежала на боку, раскинув руки, с закрытыми глазами. Потом, как наш рыжий мальчик, медленно, трудно, но с отчетливой ясностью всех мыслей и ассоциаций. 20 июля 65-го. Фрида как-то еще выше лежит на подушке, словно бы на облаке, или поднятая на крест. Спросила, что нового. Я рассказала ей о Евтушенке. Вернувшись из Италии, он написал в ЦК записку «Отчет» и там о Бродском. Как вредит нам это дело, как необходимо его выпустить поскорее и потом издать его книгу. Причем он, Евтушенко, берется отобрать стихи и написать предисловие. Не до книги, сказала Фрида. Освободили бы поскорее. 11 августа 65-го. Вчера мы похоронили Фриду. Свет. Жизнь. В толпе Надежды Яковлевны Мандельштам, приехавшие из Ленинграда Дьяконова, Адмани, Эткинд, Руни Зернова, Наталья Долинина, Колобаин с детьми из своего детского дома, Фридина, любимая учительница Анна Ивановна, множество друзей, Савичи, Облонская, Галь, Грекова, Гнедины, Ивичи, Сана, Георгиевская, Оттаны, множество знакомых, лечившие ее врачи, шившая ей портниха, Корнилов, Аким, М. Григорьевна Герштейн, Наталья Иосифовна, Ильина, Журналисты из трех газет, Читатели, Незнакомцы, За кулисами чиновничья возня, Кто будет вести траурный митинг, Копелев не годится, Нужен член секретариата, Бегают друг за другом Галин, Борисов, Сменяется почетный караул, И я постояла немного, Посмотрела на Фридин лоб и брови, Все, что осталось неизменным. Венки от Нового мира, От советского писателя, От Корней Иванович, Который еще не знает о смерти. Это и телеграмму Организовали мы с Кларой Илюшей, От известий, От комсомолки, Распоряжающейся Арий. Я, присев в духоте, Оказалась рядом с Надеждой Якольной, Чего вовсе не хотела. Она меня познакомила с Шаламовым. Я с истинным глубоким уважением Пожала его руку. Начался митинг, Открыл Галин, Произносил пошлые газетные приблизительности. Потом Колобалин. Это человек талантливый, Оратор блестящий, Но надгробные речи не его жанр. К тому же он все время плакал. Потом Орлова. Хорошо. В заключение она прочла телеграмму От Анны Андреевны. Пусть ее светлый образ Останется для нас утешением И примером душевного благородства. Потом я. Встав на свое место, Я почему-то совсем перестала волноваться И говорила спокойно. О деле Бродского, Как мы условили с Копелевыми, Говорили только отвлеченно, Не называя фамилией. Потом Глеб Семенов, Стихи. Вот он прочитал полстраницы Очень трогательные, Присланные Паустовским. Там была хорошая мысль, Что с Фридой Абрамовной Случилась такая беда, Которую не может исправить Даже сама Фрида Абрамовна. Распоряжающийся Арий Имеется в виду Арий Давидович Ротницкий, Сотрудник Литфонда, Который занимался Организацией похорон писателей. 11 августа 65-го О неприятности своим чередом. Сегодня позвонила мне Лунина из Ленинграда. Спрашивает, нет ли чего Решительного плохого об Иосифе. Нет, говорю, а что? Меня вызвал директор издательства И в очень грубой форме Предложил снять стихотворение «Последняя роза» С эпиграфом Избродского. Вы напишите о нас наискосок. Из книги Анна Андреевна «Ленинград. Советский писатель». Почему? Спросила я. Бродский антисоветский поэт. Упоминать его мы не будем. Вот я и подумала, Говорит мне Ирина Николаевна, Что здесь что-нибудь случилось. Пока нет, говорю я. Ответа ни от Микояна, Ни от Верховного суда Мы не получили. Значит, должна решать сама Анна Андреевна, Говорит Лунина. А я боюсь, Она снимет всю книгу. Я этого не думаю. Но вряд ли это фоноберия Ленинградского отделения. Что-то случилось. 12 августа 65-го. Да, случилось. Сегодня мне стало известно, Что в Гослите Косолапов Распорядился выбросить Из сборника голоса друзей Переводы Бродского. Почему? А потому что в ЦК Было идеологическое совещание, На котором товарищ Семичастный, Большой специалист По поэзии Пастернака, Назвал Бродского Антисоветским явлением. Вот и ответ. Никакой Верховный суд, Никакой Микоян Теперь за него не заступится. На том же совещании Некто с Каба, Сукрайны, Возмущался напечатанием Малограмотной повести Солженицына. Кто-то взывал. Чей журнал Новый мир? Словом, мы снова переживаем весну. Весну 63-го года. Плоды совещания Видны уже в прессе. Правда, выступил против Семина. Известие против целой серии имен Битов, Семин, Аксенов, Гарышин. Когда Фриточка умирала, Я вспомнил чьи-то мудрые слова, Сказанные по поводу других погибших. Всегда старайтесь понять, Для чего? Человек умер. Чтобы не дожить, До чего? Для чего умерла Фрида? Это мы скоро увидим. Косолапов Валерий Алексеевич, Директор Гослит. издата. Семичастный. Владимир Ефимович, Председатель Комитета Государственной Безопасности При Совете Министров СССР. Пятнадцатая августа шестьдесят пятого. Оказывается, уже после выступления знатока поэзии Семичастного Несколько ленинградцев во главе с Дудином Ходили к Демичеву заступаться за Бродского. Демичев, Петр Нилович, секретарь ЦК КПСС. Восемнадцатое августа шестьдесят пятого. Пробую кое-что предпринять В защиту выкидываемых переводов Иосифа, Но кроме всей обстановки, на шее август. Все, кого я хотела бы просить, Пойти к Косолапову в отъезде. А Смыл Якоч, говоривший с ним некогда, в могиле. Восемнадцатое августа шестьдесят пятого. Из Ленинграда вернулись вездесущие всемогущие Копелевы. Сил у них на зависть. Съездить в Ленинград и обратно, Повидаться с десятками людей им ничего не стоит. Видели Анну Андреевну, были у нее в Комарове. Снять стихотворение «Последняя роза» с эпиграфом из Иосифа Бродского Она, к моему удивлению, огорчению, очень легко согласилась. Зато сильно сердится на какую-то типографскую ошибку В листах книги, где четыре строки, Приклеенных к какому-то не тому стихотворению. Конечно, это безобразие, Но ведь гораздо меньшее, А там надо было упереться насмерть. Виделись они с Граниным, Он действительно, И вместе с Дудином объяснял Демичеву, Как вредит нам за рубежом дело Бродского. И Демичев, оказывается, при них звонил Верховный суд РСФСР с просьбой ускорить дело. И так Смирнов, или французов, между Семичастным и Демичевым. А к Косолапову пошел Евгений Михайлович Винокуров, Редактор внешней сборника «Голоса друзей». Он не шибко храбрый, Но, видно, общественное мнение, Боится больше, чем боится Косолапова. Это делает ему честь. Косолапов отказал. Переводы Бродского велено снять. Какое беззаконие! Новое! 21 августа 65 года Придумали для защиты интересов Иосифа вот что. Чтобы Гранин обратился к Демичеву с просьбой, Чтоб тот позвонил в Гослит. Для них это перекрыло бы Семичастного. Удастся ли? Новое наступление на новый мир и прочее, Кажется, захлебнулось. Судя по газетам, литературу пока не травят. Весна 63 года не повторяется. Тем более обидно, если снимут переводы. 22 августа 65 года Обдумываю, как браться за новую книгу. Она должна быть памятником Фриде. По-видимому, новое наступление на литературу захлебнулось. Судя по газетам, оно не развивается. Очевидно, наверху не договорились. Но с борьбой против изъятия переводов Иосифа Ничего не выходит. Ленинградский вариант отпал. Может быть, я сама напишу Демичеву. Я готова. Беда только в том, что мое слово мало значит. 25 августа 65 года Оказывается, Семичастный говорил о Фриде В числе тех литераторов, которые сбивают молодежь Аксенов, Солженицын, Семин, Вигдорова Чем она сбивает? Распространением записи суда над антисоветчиком Бродским? Произнесено это было 6 августа. Какая дивная концовка для книги. Его речь шестого, ее смерть седьмого и моя речь десятого. Лидия Корневна имеет в виду свою речь над гробом в день похорон Вигдоровой. Эту речь она закончила словами «Без нее продолжать борьбу за ту судьбу, за которую она боролась». Лидия Чуковская «Открытое слово». Москва. ИМКО-пресс. 1991-й страница 7. Я решила писать Демичеву завтра, 29 августа 65-го. Письмо Демичеву я написала и послала. 1 сентября 65-го. Вчера мне сказала Сара Эммануиловна, что Твардовский сказал Фишу, что он, Твардовский, говорил с Горкомом и Руденко о деле Бродского. И те согласились, что дело беззаконное, но... Толстиков сказал «Через мой труп». Толстиков — реальная власть. Верховный суд — мнимость. 7 сентября 65-го. Переделкино. Месяц со дня Фридиной смерти. Перед отъездом неприятность. От Демичева мне ответа нет, но, очевидно, он запросил госэвид не о том, почему выбрасывают принятые переводы Бродского, а почему они были приняты. Такого поворота я не ожидала. Значит, письмо мое принесло вред. 9 сентября 65-го. Переделкино. Чудеса в Решите? Нет, принесло пользу. Вчера мне позвонила суда Юля, что все переводы Иосифа велено в сборнике восстановить. Таков звонок — приказ. Трус и гад Косолапов вместе со своим покровителем Семичастным съел гриб. А сегодня, когда Марина привезла деду правду со статьи Румянцева об интеллигенции, либерализм в деле с переводами Иосифа сделался понятен. Мое письмо нежданно-негаданно попало в самую точку. А может быть, тут еще сработал мой разговор с Олексиным, которого я просила позондировать, Михалкова. А может быть, тут еще письмо Суркова и Сартра куда-то наверх, о чем мне вчера сообщила Юля. Румянцев Алексей Матвеевич, экономист, главный редактор газеты «Правда», академик. 10 сентября в 65-го, Москва. — Как я мечтала. — Саша, это ты? — говорит Лидия Корневна. — Скажи маме, дело пересмотрено, Иосиф свободен. Саша, дочь Викторовой. — Нет, ей некуда позвонить. Вчера звонок и старческий голос нашей старушки. В субботу, четвертого, дело пересмотрено, он свободен. Сегодня капля яда. — Лев Зинович, пошел сам Верховный суд РСФСР, приговор отменен только в части срока. Вместо пяти лет, один год пять месяцев, то есть отбытое наказание. Значит, все-таки он в чем-то виноват был. В чем же? Значит, прописки в Ленинграде ему не дадут? И Толстиков, Лернер и Прокофьев снова могут сделать с ним, что хотят? Все гадают, чье вмешательство побудило Верховный суд наконец рассмотреть дело. Я думаю, капля долбит камень. Фрида своей записью докричалась до целого мира. На нас, Толстиков, может плевать, а на Сартера и Европейское Содружество ему плевать не позволяют. А Сартер, говорят, написал Микояну, что в октябре писатели Содружества следутся в Париже, и там разговор о Бродском пойдет непременно. Фрида, вот что вы сделали с вами маленькими, сильными руками. Наша старушка, вероятно, речь идет об Анне Моисеевне Глузман, бывшей сотруднице аппарата Верховного суда. В другой записи, 17 мая 65-го, Лидия Корневна называет ее «Наш друг» Анна Моисеевна. Сартер, говорят, написал Микояну. Письмо Сартера Микояну датировано 17 августа 65-го года. Теперь оно опубликовано. Смотрите, Елена Якович, «Дело Бродского на Старой площади», литературная газета, 5 мая 93-го года. 13 сентября 65-го, позвонил некто Милентьев из ЦК и сообщил, что я уже знала, указан гослиту восстановить переводы Бродского. Милентьев Юрий Серафимович, сотрудник отдела культуры ЦК КПСС. 17 сентября 65-го, Москва. Вчера вечером на даче мне вдруг стало страшно, что нет вестей об освобождении Иосифа. Стала я звонить в город, Юлия, Ники, никого нет дома, а вечером позвонила мне Света Орлова, что звонил из Коныша Иосиф. Ничего там о нем еще не получено. Сегодня я через старушку навела справки в Верховном суде. Бумага послана в Архангельск 9 сентября. Я дала ему телеграмму. 22 сентября 65-го, Переделкино. Сегодня здесь был Солженицын. Беда. 7 сентября он взял из Новомира, из сейфа, три экземпляра своего романа и отвез друзьям. 11 сентября там был обыск. Искали у хозяина какие-то теософские сочинения. Всерьез или для виду? Неизвестно. И напоследок спросили, а что в этом чемодане? Белье? Хозяйка ответила правду. Они унесли чемодан. А роман мой обладает большой убойной силой, говорит Солженицын. Теперь они его читают. Один экземпляр он сейчас же снес в Цгали. Не знаю по правде зачем, ведь Цгали — это тоже министерство. В Рязани житье ему плохое. Квартира в старом, развалившемся деревянном доме. Напротив база или склад, где бывает 40-50 грузовиков в день. Жить нельзя. Он хотел перебраться в Обнинск. Жена его прошла там по конкурсу в каком-то институте. Но начальство отклонило ее принятие всякими ухищрениями. Обнинск, как и Рязань, ненавидит Солженицына. Разумеется, не население, а начальство. И ненавидит не по приказу свыше, а из глубины души. Рассказал, какие о нем распространяются слухи. Нарочно. Начальством. Сначала Павлов заявил, что он уголовник. Теперь инструкторы сообщают слушателям, что он был в плену, что он власовец, что он был полицаем. Арестованы уже довольно давно Синявской, автор предисловия Пастернаки, и переводчик Даниэль. Их обвиняют в том, что они Абрам Терц. Всюду ищут сам издат. От Иосифа сведений нет, по-видимому, он еще в Коноши. Я попрошу известенцев позвонить в Архангельскую область, куда 9 сентября Верховный суд послал решение. Павлов, первый секретарь ЦК ВЛКСМ 24 сентября 65-го. Москва. Алена ходила в Верховный суд и выяснила к нашему ужасу, что по ошибке решение об Иосифе заслала вместо Архангельской области в Ленинградскую, а он, бедняг, звонит оттуда, спрашивает, когда же. 25 сентября 65-го. Иосиф. Только что ушел от меня. Освобожден. В Ленинграде еще не был. Приехал сначала сюда, говорит, чтобы получить деньги в Гослите. Иосиф. Тот, кого не дождалась Фрида. Не я имела право обнять его в дверях и жарить ему яичницу и смотреть, как он ест. Но выпало это мне. И я старалась радоваться, и мне это почти удавалось. Он как-то еще вырос и поширел, большой, будто сильный. Но нет, болезнь видна. Не кончает фраз, бегает по комнате, все время крутит пальцами. Мы вместе звонили в Ленинград, Анне Андреевне и его тетушке. Очень плохо одет, но и это его не портит. Доброта, простодушие, ум, дурной нрав, ребячливость. Прямой поэт. Читал стихи, но бросал, забывал их. Теперь предстоит Ленинград и последний барьер, прописка. Хочет, прописавшись в Ленинграде, ехать в Таллинн. Зашла Юля, подавая ей ее клетчатое пальто, Иосиф сказал. Все в клетку, как тюремная решетка. Стараюсь догадаться, как поступила бы Фрида. Иосиф освобожден, но не реабилитирован. Решение суда РСФСР, несомненно, под воздействием Толстикова, вопиющее. Освободить как психически неполноценного, а не как оклеветанного. Думаю, надо укрепить его благополучие, то есть, чтобы он был прописан, стал членом группкома переводчиков и прочее, а потом, когда страсти улягутся, подумать. Шестое октября, шестьдесят пятого, Москва. Из Ленинграда ни звука. Не знаю, прописывают Иосифа или не прописывают. Берут на учет в группком переводчиков, не берут. Сегодня я постараюсь дозвониться Эткинду или Грудининой. Пятнадцатый октября, вечер. Комарова. Да, Комарова. Море шумит, тепло и сухо. Я в комнате номер четыре, пока тишина полная. Иосиф звонил мне из Ленинграда в Москву и повторял, что у него все хорошо. Прописан на год. В группком, вероятно, примут. Но за сорок минут до моего отъезда позвонил Толя и сказал, что нужна характеристика от Корнея Ивановича. Мне пришлось поручить создать шпаргалку и съездить к деду Копелевым. Они сделают это хуже, чем я, и я тревожусь. Завтра Иосиф ко мне приедет. Имя, звук, тревога, обратившаяся в человека. Я хочу поговорить с ним о его дальнейшей жизни. Дело в том, что даже если ему дадут сейчас гору переводов, деньги воспоследуют не раньше, чем через год. Подарю ему Фридину фотографию от Гали и Саши и свое над гробом. Меня огорчает, что ближайшие соратники Копелевы, Гнедины считают наши бродские дела конченными. Это не по Фридиному. Судьба его еще не устроена. 16 октября 65-го Комарова. Светлый день. В 12 часов приехали Иосиф и Яша. Дело не кончено, как я и боялась. Прописка не осуществлена еще, потому что нет снятия с военного учета в Коныше. Вопрос о принятии вместком будет решаться 26-го. А участковый уже приходил осведомляться, где он работает. Членство в группкоме, достаточное для всех, для него может оказаться защитой недостаточной. Да и денег ведь нет. Из-за перевода не будет ранее, чем через год. А деньги? Стало быть, надо хоть на первое время идти куда-то на службу. Так он и собирается поступить. Мы пошли гулять. Яша скоро помчался на поезд. А мы гуляли вдвоем и впервые в жизни разговорились. Он умен, тонок, блистателен, прямой поэт. Более всех любит англичан, Браунинга, Саути, Кольриджа и американцев, Фроста, из русского XX века, Цветаеву. Оказалось, что он живет в доме Мурузи. Подумать только в двух шагах от моего детства, наискосок от Маршака, в доме, где была студия Дома искусств, а до того, где жили Мережковские. Считает гением переводчика Андрея Сергеева. Элегантен. В куртке, привезенной из Италии Анны Андреевной, при галстуке. Красив. Очень внимателен. Любезен. Починил лампу от моего пепитера, который снова сломался. Необходимо достать ему переводы. Яша, Яков Аркач Гордин, писатель, приятель Бродского. В 1989 году он опубликовал «Дело Бродского», «История одной расправы» по материалам Вигдоровой, Меггера, архива родителей Бродского и по личным впечатлениям автора. Нева, 1989, номер 2, страница 134-166. 24 октября 1965 года. Вчера была телеграмма от Копелева, что рекомендации, наконец, выслана. Гора с плеч. Сегодня в городе я позвонила, рекомендации получены. Грудинина клянется, что тучи рассеиваются. Мальчики ходили к Гранину, рассказали о Капкане. Грудинина к Дудину. Китлинская, нынешний председатель комиссии по работе с молодыми, взялась очень горячо и устроила скандал той бабе из группкома, которая затевала провалить его. А вот с 26-го все обойдется. 31 октября 1965 года была на днях и Наташа Долинина, тоже человек из Фридиной жизни, тоже тревога. Сообщила мне Наталья Грудининой и Руниной идеи насчет того, что дело Бродского погубило Фриду, и что я виновата, послав Фриду на суд. Фрида всю жизнь занималась спасением других, я — нет. И не мне было втягивать Фриду в дело Бродского. Я сама втянула с него поначалу только из желания помочь Фриде, разделить ее тяжесть. Ко времени второго суда она была в Малеевке. Ей туда позвонил кто-то из ленинградцев. Она приехала в Москву. Тут восстали родные, не пускали ее. — Вечный аргумент. Ты ничем не поможешь, а сама... Мне позвонила Саша, спросила совета. Я ответила. — Маме надо ехать, Сашенька. Она очень глубоко уже вошла в это дело. Она уже любит Иосифа, и если она не поедет, она съест себя. Она поехала и совершила свой подвиг. Если бы она не поехала, она все равно продолжала бы за него драться. Но у нее не было бы оружия, записи суда. Того оружия, которое в конце концов сокрушило стены его тюрьмы. И неправда, что дело Бродского было для нас только мукой и болью. Сколько друзей, помощников, соратников принесла ей запись. Какой она почувствовала силу, силу своего слова. Сколько людей помогали ей в деле Бродского, она секунды не была одна. Да, забыла записать главное. Двадцать шестого Иосифа приняли вместком. По-видимому, он теперь для милиции недоступен. Теперь надо ему уезжать, уезжать, чтобы здешние лернеры не учинили какой-нибудь провокации. Наташа Долинина, Наталья Григорьевна Долинина, прозаик, педагог. Третьего ноября шестьдесят пятого года. Был Панич. Я теперь друзей зову к шести. Гуляли, разговаривали. Я прочла ему стихи Ка о стихах и дивные Иосифа о малой Охте, которым я просто заворожена, который я послала деду. Дивные о малой Охте. Речь идет о стихотворении Бродского от окраины к центру. Первое декабря шестьдесят пятого. Время бежит под откос. Скоро Москва. Я живу здесь очень интенсивно. Работаю, гуляю, лежу, пишу письма. День набит до отказа. Еле успеваю написать письмо, выстрать платки. Была мечта. Кончить о Фриде числа пятого, а потом десять дней жить вольно, отдыхать. Но нет. Хотя работа ежедневная и много, вижу, что и к пятнадцатому еле кончу. Глина размялась, потеплела, лепится. И это дает счастье и чувство полета. Но хорошо ли то, что слеплено? Имеет ли оно хоть отдаленное сходство с нею, чей голос я слышу, очи вижу, не знаю? Вчера утром вдруг Иосиф. Был у Гитовича, который отбирает с ним его стихи для книги. Чудеса. На днях он с успехом выступал в Союзе на семинаре молодых. Все хвалили. Китлинская, она всегда на дву шагу впереди прогресса, говорит о ней дар, в восторге и обещает напечатать стихи. Ездил он в Москву, видел трижды в больнице Анну Андреевну и получил множество переводов, прогрессий и гослитий. Все, казалось бы, хорошо, но он грустен, темен, тяжел, невнятен. Два раза его слова полоснули меня по сердцу. Я позвала его обедать, мы вообще-то всегда в складщину кормим всех гостей, жен Гладкова или Ленкова, Наташи Долинина и прочее, а тут был обед уехавшего дара. Так что я звала Иосифа уверенно. Он пошел, по двору шел очень лихо, руки в брюки, свистал, и вдруг на крыльце «А меня там никто не унизит?» За столом быстро познакомился с Гладковым, поговорил с ним о Цветаевой, вернулся в комнату, сел и вдруг «Если бы меня хоть через день кормили таким обедом, я бы перевел все на свете». Когда он поднялся, я стала предлагать ему денег. Нет, обещал приехать завтра. Пойти бы к Фридочке на могилу, рассказать бы о нем ее холмику. Из того, как развивается дело Синявского, видно, что наша борьба за Бродского принесла большую пользу. 1 декабря, 65-го. Еще Комарова. Читаю. Полторак. Нюрнбергский процесс. Вглядываюсь в лица негодяев. Убийцы, палачи. Все это только слова. Что это? Как это случилось с человечеством? Лагеря? Это? Природа фашизма до конца, до дна непонятно мне. И тут же лица обвинителей, судей. Руденко. Не помню, что он делал при Сталине. Смирнов. Это им полтора года мы без успеха писали об Иосифе. С ними говорил Корней Иванович. От них мы ждали помощи. Слушаю, слушаю, слушаю о Синявском и Даниэле. Ловлю каждое слово. Шолохов попал под это дело, как под трамвай. Поехал получать Нобелевскую премию и должен скрываться от международных писательских петиций. Отвечает о Пастернаке, что его стихи бред, а сам Борис Леонидович внутренний эмигрант и отказывается заняться делом Синявского, хотя он член правительства. И воображает себя патриотом, не любя Пастернака, защитником мира, не защищая арестованных. Сидел бы в Вешенской. Речь идет о книге юриста Аркадия Иосифовича Полторака. В 1965 году вышел его Нюрнбергский эпилог «Москва. Военный сдат». Нюрнбергский процесс «Основные правовые проблемы» вышел годом позже. Москва. Наука. 1966. 17 декабря 1965 года. Москва. Последние дни в Комарове были трудны. Я думала, три последних дня буду только гулять, читать, слушать музыку, но вышло не так. В понедельник, 13-го утром, я прочитала статью о Фриде, приехавшем специально Эдкинду и Наташе. Накануне не спала в шести часов. Читала час, и от этого как-то вся распухла. Они сделали много замечаний, я записала. Еле стояла на ногах, хотела лечь. Стук в дверь. Иосиф. К счастью, они уехали, и он ушел в Гитовичу, обещав вернуться в шесть. Я легла. Спать не могла. Срок. Но хоть уняла сердце лежанием. В шесть часов пришел Иосиф. Я позвала Дара, Гладкова. Приехали Тата и Яша. Иосиф читал стихи, очень громко, почти крича. Четырнадцатого надо было потихоньку укладываться и гулять, а я села делать поправки и правила до одиннадцати часов вечера. У помянута статья Лидии Чуковской «Сколько станет сил», вскоре опубликованной в виде послесловия к сборнику повести Вигдоровой. Смотрите Вигдорова «Дорога в жизнь», «Это мой дом», «Черниговка», Москва, 1967 год, страница 712-735. Тата Наталья Леонидовна Рахманова, переводчица, жена Гордина. Двадцатый декабря, шестьдесят пятого. Главное, я уже знаю, как напишу о Фриде, в стол. О том, что она к гражданственности шла от материнства, от обороны человека, не из-за Дора. Пятое января шестьдесят шестого года, Переделкино. В Москве Иосиф прислал мне милые поздравления с картинками, был, правда, ненадолго, на бегу, у него грипп 38,3, а он мчался в Гослит, к Слуцкому и прочим. Подарил мне свои стихи о Боге в деревне и один перевод из Галчинского. Сказал, это будет смешно, но я, кажется, уеду обратно в Конушу, там можно дешево прожить. Рассказывает, что в Ленинграде где-то выступал Толстиков и объяснял, что освобождение Бродского — крупная политическая ошибка Москвы. На партсобрании в ТАСе делал кто-то официальное сообщение о Синявском и добавил, писатели вмешивались в дело Бродского и добились его освобождения совершенно незаконно. Седьмое января шестьдесят шестого, Переделкино. Только что я проводила Иосифа до мостика, до кладбища и показала ему наверху две сосны. Он приехал около часу. Сидел у меня, курил и читал отчет о беседе с собой. Мы ждали, когда нас позовет дед. Наконец дед нас позвал. И вот дед сидит на диване, а Иосиф входит, и дед встает и подводит его к полкам англичан и американцев, и они перекидываются именами и оценками. Иосиф, учтив, добр, внимателен, и, я вижу, не спорит, даже когда не согласен. Все идет довольно хорошо, пока за обедом дед, я, Клара Израильна и Бродской, наверху дед не просит Иосифа читать стихи. Тот читает новые станции к августе. Дед очень слушал и очень хвалил. Вдохновенно сначала до конца и виртуозно. Но Бродской, как я уже замечала не раз, сатанеет от собственных стихов. Он сразу стал напряжен, резок, неприятен. Выслушав похвалы, он сказал, «Вам это не понравилось, я прочту другое». И прочел послание одной поэтессе. «Кому это?» — спросил дед. «Конечно, никому», — ответил зло Иосиф. Потом начал читать на смерть Элиота. И весь дрожа бросил, когда заглянул в комнату Геннадий Матвеевич и поманил Клару. Вошла Марина и села с каменным лицом. Кончив, Бродской был весь в поту. Я видела, что он мучительно хочет курить. Я его увела. У меня ни от чего разрывалось сердце. От чего? От того, что после стихов нельзя обращаться к своим делам. Как сделали Корней Иванович, Клара Израина, Марина. Ведь человек только что пошел на смертный риск, прочел стихи. От того, что Корней Иванович не полюбил его. От того, что Корней Иванович в силах смотреть на него просто как на одного из талантливых молодых поэтов, а не как на Афризину, нашу тоску и бессонницу. А я не умею видеть в человеке только его. Без всей боли, с ним связанный. Бродской отчаянно курил, дорвавшись донизу, и звонил Ласкиной и Гале Корниловой по поводу своих стихов или переводов «Москва», «Знамя». Потом мы вышли. Мороз. Я довела его до мостика, показала тропинку к могиле и ушла. 20 января 1966 года, Переделкино. А в городе, в моей комнате, живет Иосиф, как жил прежде Солженицын. Странный юноша. Радовался моей комнате, тишине и покою, темным занавескам, книгам. В первую же ночь, имея ключи, не пришел ночевать. Ночевал ли во вторую, еще не выяснило. Странное существо. Больное и привлекательное. Читал в Союзе с успехом свои стихи и переводы. И, сидя у меня, пока я ждала такси, уже вручив ему ключи и обвеснив ему все тайны замков и кранов, читал мне наизусть Горбовского. Вкус точнейший, потому что он читал хорошие стихи Горбовского. А мне в журнале всегда попадались плохие. Потом мы заговорили о Мандельштаме, и он вдруг сказал. А я несчастнее его. Есть общие в судьбе, но я несчастнее. Не грешите, Иосиф, — сказала я. Он был накануне в Новом мире у Твардовского со своими стихами. Разумеется, отказ был предрешен. Стихи не той системы. В ваших стихах не отразилось то, что вы пережили, — сказал ему Твардовский. Странный упрек. А если б отразилось? Он бы напечатал? И далее. Сейчас мне некогда, но если хотите, я выберу время и потолкую с вами о ваших стихах. Не стоит, — ответил Иосиф. 23 января 66 года, Москва. В довершении радости я дома. Тут же Иосиф. И изгнанники в доме моем. Мы встретились у входа. Он помог расплатиться и поднять вещи. Пришел и сразу заторопился. Ждут друзья? Ну, попросил прозу Цветаевой. На чуть-чуть. Пока я распаковывалась, и мы с Марусей его переустраивали в маленькой комнате, он читал. Вскочил и схватился за сердце. Болит что? Нет. Но это ведь немыслимое чтение. Она одна все понимала. Все поняла сразу. Маяковский поверил, пошел напрямик и пришел к обрыву. Ахматова и Мандельштам думали, что можно все-таки построить внутренний мир, а она поняла сразу — конец, гибель. И надо мерить себя и правду ею, только ею. И дальше слова о неизбежности гибели и что он хочет ее. Я ему немного рассказала о своей встрече с Цветаевой в Чистополе. Она — разве вы не видите, что все кончилось? Я — все равно. Я мобилизована, со мной дети. И у вас ведь сын. Я для моего сына только помеха. Ему без меня будет лучше. Я сказала Иосифу, что моя религия — шестьдесят шестой сонет Шекспира, что каждый человек — свет для кого-то. Погибнешь — и кому-то темней. Да другу худо будет без меня. Неверно. Им, всем нас любящим, будет лучше без нас. Мы им только мешаем. Потом сказал тронутым голосом. Мои старики. Читал мне стихи Горбовского. Я свою соседку изувечу квинтэссенцией коммунальной квартиры. Вечером пришел, когда я еще не спала. Беглый разговор в маленькой комнате, где ему, он говорит, больше нравится, чем у меня. Я ему прочла свое письмо в известие. Ему очень по душе сказал грустно. Вот, все готовятся. А мне соваться нельзя. Это будет во вред им. На завтра, к восьми часам тридцати минутам, юнул самолет в Ленинград. Утром в семь тридцать я его разбудила. Пила чай, он сварил себе кофе. С нежностью об Анне Андреевне. Единственная радость, которая еще осталась в мире. Возле нее становлюсь комплиментщиком. Чувствует она себя прекрасно, говорит, роя семь. Хожу по лестнице, не задыхаюсь, сердце не болит. Не совершить ли мне еще какое-нибудь чудо, например, родить близнецов? Оделся, взял чемодан, отдал мне ключи и улыбнулся на прощание открытой, доброй улыбкой. Речь идет о письме Владимира Корнилова и Ленинград. А 23 января 1966 года в редакции «Известий» с протестом против статьи Еремина «Перевертыши». Дмитрий Еремин еще до суда назвал Синябского и Даниэля отщепенцем. Подонками, хулиганами. Подручными тех, кто шурует в топке международной напряженности. Протест, разумеется, в газете напечатан не был. Теперь это письмо в «Известие» опубликовано в сборнике «Цена метафоры» или «Преступление наказания Синябского и Даниэля». Москва, книга, 1989, страница 36-37. 23 января 1966, Москва. Да, еще. За кофе. Меня Сергеев сосватал. Я уеду под Ригу в какую-то келью. Там дешево жить. Все время надо уезжать. Я пыль. Иногда он кажется мне очень красивым, словно юноша-блок. Переводить стихи больше не могу. Они меня душат. Лучше буду делать технические переводы. 10 июня 66-го. Пиво, воды. День счастливый и больной. Утром кончила писать о Фриде. Подняла голову на тропочке Иосиф и Толе. Иосиф и Толе. Это ведь и Фрида, и Анна Андреевна. Сидели на скамьях у костра. Оба читали стихи. Оба очень хорошие. Потом Толе увидел ежа. Они бросились. Иосиф снял пиджак и поймал его. Они его отнесли к Корнеевановичу. 23 мая 67-го года. Люди. Вчера утром Бродской. Вечером Петер Норман. Бродской читал, кричал стихи. То, что он любит в стихах своих, длинное, виртуозное, абстрактно-философское, ироническое, до меня не доходит. Зато такие стихи, как «В деревне Бог живет не по углам» кажутся мне прекрасными. Сам он мирен, даже добр, но изнутри болен. Петер Норман, английский словист, переводчик реквиема Анны Ахматовой. 25 января 68-го года. Другая боль Иосиф. Он был опять, принес мне, прочитанные им мои записки с высокой похвалой. Это комментарий к ее жизни и творчеству. Жаль мне его очень. Он на перепутье. Деньги, наконец, скоро будут большие. Ему устроил Журмунский, перевод Джона Дона. Но он их, конечно, и стратит зря, а надо бы устроить жилье, где бы он мог работать. 23 апреля 68-го. Вчера внезапно появился Бродской с какой-то молоденькой англичанкой, приятельницей Аманды, изучающей Епифания. Иосиф гораздо спокойнее, ровнее, выглядит хорошо, розовый, сообщил несколько неприятных вестей. Первое. Толя подавал в Союз. Чудак. И его не приняли. Второе. Его собственная, Иосифова, каша, намели. Издательство чего-то требует, чего он, конечно, не хочет. Мельком Бродской обронил несколько интересных фраз. Он сказал, что всем обязан какому-то своему другу Гарри. Я ныл, был болен, жаловался. Он мне сказал, ты ведь не тело. С тех пор я все понял. Аманда, Аманда Хейт, английская словистка, биограф Анны Ахматовой. Первый января 69-го, среда. Бродской талантлив, умен, на границе гениальности, но всегда будет нищ и малолюбим и неудачлив, как Мандельштам. Потому что он ничего человеческого не понимает и не хочет, и не идет ни на какую другую работу, кроме поэзии, переводы, способ зарабатывать, делает неохотно. Он совсем не литератор и очень мало человек. Он только поэт. И это не сулит благополучия. Второе февраля 69-го, воскресенье. Иосиф мыкается без денег, кончил какую-то поэму. Рейн говорил гениально, грандиозно. Как помочь ему? 14 июля 69-го. Дважды за это время был Бродская. Это тоже радость. Мы с ним до сих пор встречались как-то официально. Сначала при Анне Андреевне досылки он мной вообще не интересовался, а мне не очень нравился. Потом, после беды с ним, его ответов на суде, я поняла, что это за человек. Потом, что за поэт. Потом он приходил ко мне, но все как-то не клеилось. С его стороны это был скорее долг благодарности. И только теперь я почувствовала с ним какой-то контакт. Был дважды, оба раза читал дивные стихи. У него снова над головой тучи. Ленинградские власти пытаются впутать его в тамошнюю очередную историю. Он приехал сюда спасаясь, но не может перенести здешней жары. Опять хочет в Ленинград. Мои записи ему понравились очень. Я польщена, потому что знаю его правдивость. Сказал, это лучше, чем разговоры Эккермана с Гёте. Тем более, что Ахматова гораздо выше Гёте. Когда я сказала в другой связи, что Анна Андреевна часто бронила людей, и иногда несправедливо, и людям будет больно читать, он ответил, это все равно. Важно, что она так думала. А если думала так, значит, была права. Делаю только это. Но я слепну, не сказала я ему. Еще о Бродском. Его пригласили на какой-то писательский съезд за границу, не знаю, в Америку или Англию. Наши ответили, что такого поэта в России нет. Напечатаны какие-то три стишка в дне поэзии. История воистину гнусная, не печатают его, а потом заявляют, что его нет, вас здесь не стояло, как говорила Анна Андреевна. — Рассказывай мне этот эпизод, — Бродский добавил, если бы я знал, кто написал отцу письмо, я бы набил ему морду. — Хорошо, что не знаете, — сказала я. Еще он сказал очень примечательно про жару. Такая безвыходная, словно Сталин вернулся. И это по его приказу. — 25 октября, 71-го, понедельник. Читаю Бродского. Читала вслух Финя и, читая от окраины к центру, заплакала. Многое мощно и берет за душу, а многое мне не по силам. И как грустно, что Корнеев Иванович, встречаясь, не встречался с ним и так и не понял, кого он помогал спасать. И какое счастье, что эта книга есть. 18 мая, 72-го, четверг, Переделкино. Мерзкий день. Еще одно дурное известие. Иосифа почти насильно убирают из страны в срочном порядке. Лучше ли ему там будет? Или хуже, чем здесь? Сохраннее ли? И как же родители? И Россия? Опять теряет поэта. 31 мая, 72-го, среда, Переделкино. За час до отъезда суда я просила с Иосифом. Навсегда голос по телефону. Тот из дела Бродского, из Фридиного мира. Я ему открыла. Похудел. Волосы поредели. Морщинки у глаз. Другой возраст. Одет, как всегда, не по погоде. Я его усадила против себя, дала пепельницу. И сразу между нами потекло считанное время. Время разлуки. Оно особенное. Мы на учете. Я вам сделаю маленький подарок. Надписал книжку. Или оттиск. От слагаемого, меняющего места. На обороте его лицо. Обиженный древнееврейский мальчик. Вот и вторая ссылка, сказала я. Да. А где в Ленинграде Авир? Он оживился. На улице Желябова. Идешь дворами, потом Михайловский сад. Он говорил об этих местах уже будто с чужбины. О родине. Уже как о дорогом прошлом. Я думаю, вы вернете, сказала я. Конечно. Через год-полтора. О родителях я не заговорила. Нельзя. Я здесь ничего не сделал плохого, сказал он. Я писал стихи. И вообще ничего плохого, сказала я. Только хорошее. Время текло туда и назад. Так что, кажется, его можно было потрогать рукой. Фрида. Я спросила, у кого он здесь остановился. У Мики Голышев. Знаете? Да, знаю. Это ваш друг. Дело не в том, что мой друг. Это вообще человек номер один. Единственный, кого можно оставить за старшего. Я попросила его прочесть стихи. Нет, не надо. Они мешают. Попросите, чтобы вам прочли сритиньи. Это лучшее, что я написал. Вряд ли вы сами понимаете, что у вас лучшее. Я разбираюсь в изящной словесности. Вы помолчали. Я сказала, что увидела его вторую книгу и дала оттуда переписать для себя многие стихи. Какие же? От окраина к центру. Сейчас так мало греков в Ленинграде. Это все старое, пятьдесят девятый год, сказал он презрительно. Я спросила, сколько времени он будет ехать, плыть, лететь. Не знаю и не хочу знать. Не хочу про это думать. Вот что сказала я. Имейте в виду, что я не боюсь переписываться за границей. Пожалуйста, пишите мне и побольше, и почаще. Он обрадовался единственный раз. Хорошо, что сказали. Спасибо. Я помню ваш адрес. А кому вы обязаны своим отъездом? Новость с ссылкой. Все тому же поэту. Я не поняла, но не спросила. Что же, Иосиф, там, может быть, в вас хоть любопытство проснется. Нет. В тридцать два года уже не любопытствуешь. Еще как, подумала я. Он поднялся, что-то сказав о времени. Я тоже встала. Мы обнялись. Я поцеловала его в колючую небритую щеку. Да хранит вас Бог, сказал он. Мне бы ему. Мы быстро прошли в переднюю, я отворила перед ним дверь. Вот и нету мальчика, сказал он, перешагнув порог. Все есть, сказала я. Оттиск с надписью сохранился в архиве Лидии Чуковской. Это две поэмы Иосифа Бродского «Разговор с небожителем» и «После нашей эры». Вторая поэма посвящена Андрею Сергееву. Поэмы опубликованы на страницах 437-451 сборника, изданного в Соединенных Штатах Америки в издательстве «Ардис». На последней странице портрет Бродского в кепке. Мика Голышев, Виктор Петрович Голышев. Переводчик. Конец книги. Июнь 2007 год. Звукрежиссер Наталья Веселкина читала Светлана Репина. Звукрежиссер Наталья Веселка.